Добрый день, эксклюзивная информация, реконструкция событий, уникальные документы, видеосъемка от программы «Союзники» и Алан Базиев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша корреспондент Анна Попова проследила за тем, как КМБ проходят матросы и узнала, о чем, кроме моря, мечтают будущие моряки. Рота, подъем! Этот приказ в армию вместо будильника. Подъем в 6.30 для молодых бойцов первый переломный момент. С кроватей они в прямом смысле соскакивают, ведь норматив полторы минуты, пока горит спичка. За это время нужно проснуться, одеться и построиться. Равняйся! Смирь! После построения – утренняя зарядка. Это пока матросы-срочники не могут подтянуться на турнике и пяти раз. Но уже через три месяца, столько длится курс молодого бойца, они будут делать даже подъем с переворотом. Пога! Пять. Матрос Юрий Дорогов в части всего три недели и один день. О том, что его жизнь изменилась, молодой боец понял после первой же команды подъем. Дом я это делал в спокойном размеренном темпе. Здесь же нужно все делать быстрее, потому что может, допустим, не достаться раковины, или если из-за меня опоздает рост, то это, конечно же, будет очень плохо. На флот Юрий Дорогов попал после института. Сейчас ему 22 года. Матрос говорит, что в этом возрасте перестраиваться сложнее, чем 18, но никуда не денешься. Нужно привыкать к службе. Впереди большое плавание. Товарищи военнослужащие, сегодня мы начинаем курс традиционной химической биологической защите. Историю создания первой водородной бомбы Юрий знает из школьных уроков по безопасности жизнедеятельности. В курсе молодого бойца его больше интересует армейская наука. Больше нового узнается на предмете общевоинский устав, где как раз нам зачитывают статьи уставов, объясняют их значения. Общевойсковые уставы, ознакомление с оружием, адаптация к армейскому распорядку дня и строевая подготовка. Вот что впереди у этих матросов. Нагрузка большая, поэтому новобранцам порой нужно поделиться с кем-нибудь своими тревогами. Либо с военным психологом, либо со священником. К счастью, есть собственный храм. Они вырваны из таких естественных условий, как они привыкли жить на гражданской жизни. И действительно для многих это таким шоком явилось. И поэтому в молитве они находят, конечно же, утешение. Эта школа моряков была основана в 1906 году по приказу императора Николая II. Тогда в ней обучали будущих подводников. Сейчас срочники не служат на субмаринах. Поэтому 433-й учебный отряд занимается подготовкой матросов-надводников. Товарищ капитан 2-го ранга, лично в школу на поем военно-морского флага построят. В части проходит обучение 300 человек по специальностям повара, штурмана и минеры. После трехмесячных курсов они отправляются для дальнейшего прохождения службы на флота. Кстати, матрос Дорогов будущий кок. Он признается, до армии мог пожарить только яичницу. Зато скоро макароны по-флотски и котлеты по-киевски будут готовить не хуже, чем в ресторане. Привыкать молодому бойцу приходится не только к военному распорядку дня, но и к солдатской пище. Хотя от домашней она отличается не очень, поскольку готовят ее гражданские повара. В этой школе, как и во всех вооруженных частях России, давно уже перешли на аутсорсник. Пахнет вкусно. И на вкус неплохо. Свободное время в армии появляется только после еды. Днем всего 30 минут, вечером полтора часа. Можно смотреть телевизор, играть в бильярд, теннис, а иногда заниматься общественно полезным делом. Кормить рыбок в аквариуме или ухаживать за черепахой. Чапа. Говорят, что ей нравится, когда ее чешут. Она чувствует вибрации. Ну, хотя лично мое мнение, что она просто от этого беспокоится. Вечером молодой матрос думает о доме и любимой девушке. Это первое письмо, которое мне пришло в армию. Оно от моей любимой девушки. Вот она на фотографиях. Моя прелесть. Она пишет, что очень сильно скучает по мне. Вообще, это письмо прочитал, наверное, не один десяток раз уже. Вот с нетерпением жду второго. Ее письмо пахнет ее духами. И это навевает определенную тоску по дому. Через два месяца матрос Юрий Дорогов попадет на учебный корабль и уйдет в плавание. Анна Попова, Андрей Бесфамильный. Союзники. Петербург. Это была программа «Союзники». Мы выходим в эфир по понедельникам в 19 часов 40 минут. Напоминаю, эпицентр информации о событиях в странах СНГ на мультимедийном портале мир24.tv. Всего доброго и удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»!